Возвращение грачей порадовало жителей Казани. Заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Ахимов объяснил, что активное поведение грачей гарантирует казанцам наступление теплого времени года. В этом году грачи сразу с прилетом уселись на своей колонии, подправлять гнезда, достраивать. В общем, они все активны на своих колониях. Это говорит о том, что весна началась. Вот мы за окошком видим и копель, и все тает. Практически это говорит о том, что весна будет достаточно активно, дружно себя проявлять. Многие уверены в том, что птицы начинают миграцию из-за холода. Ситуация становится яснее, если внимательнее присмотреться к рациону перелетных птиц и их улетающих собратьев. Зимовку с легкостью переносят всеядные птицы, которые находят себе пропитание в любой сезон, особенно вблизи с человеком. Насекомоядные птицы вынуждены улетать из-за нехватки пищи. Перелет ведь связан не от того, что птица мерзла, а связан с тем, что у птиц нет корма. Ну, вы вспомните, чем питаются все врановые. То есть они подъедают, подбирая все, что, так сказать, попадает на глаза, на наших мусорках, свалках и так далее. Вот зимующие грачи, которые не улетают, они, собственно, вместе с воронами и галками так и питаются. А вот прилетные грачи, соответственно, вот они уже вернулись и сейчас, естественно, они вот в этих условиях, пока еще снежный покров, пока еще не обнажилась, скажем так, земля, где не могли бы что бы найти, они также промышляют вот по этим свалкам, мусоркам и так далее. Так что сейчас только они могут себя, скажем так, поддержать. Вслед за грачами, когда сойдут холода, к нам прилетят жаворонки. Потом горожанам стоит ждать зябликов, скворцов и зеленушек. Всего будет несколько волн. Первая волна перелета связана с возвращением грачей. Вторая волна чаще всего происходит в последние дни марта. Прилетают дикие голуби, скворцы, первые полевые жаворонки в парках и по опушкам начинают петь зяблики. Весенняя миграция заканчивается с прилетом овсянки-дубравника в конце мая. Арина Мурашкина, Аделина Абдрахманова, Универньюз.